приветствую всех зрителей моего канала продолжаем играть в игру majesty это третья часть выполняем третье задание как я говорил попытаюсь я несколько начальных заданий выполнить подряд сколько еще новичков новички принципе ничем не интересно мастер уже бывает интерес ну вот давайте простите что обеспокоил ваше величество но нас обокрали кто-то украл магический колокол священную книгу и вечную свечу они были украдены каким-то мерзавцем у нас из подноса из королевской сокровищницы мы должны делать все возможное чтобы вернуть их эти сокровища бесценны так найдите три предмета украдены из вашего дворца и скрытые в логовых монстров королевстве недоступны воины и колдуны хорошо третье задание называется колокол книга и свеча что у нас есть так есть кузня давайте сделаю вот так чтобы не тратить время обязательно сразу же исследуйте лечебное зелье чтобы начали идти к вам караваны с деньгами напомню можно этого и не делать как легче выиграю пару секунд хотя я говорю в начальной миссии то скорее все неважно вот сейчас торговый пост генерирует деньги и нам их повезут вот кузница есть и все дешевле на 5 процентов поэтому когда заказываете цены вот такие витях 165 8 190 не кругу воинов нельзя строить насколько помню так не хочу хижину гномов попытаюсь эльфа построить ничего не было сказано что их не будет так раз войнах нет нужно бегом подняться на уровень выше в замке повысите уровень и тогда там появятся новые здания нам нужны герои которые могут которые могут ну ладно рискно построить начальник новичок начальный уровень сложности вообще нужно было бы строить кого-то кто может наносить урон не дистанционный потому что это появится скелет а у нас есть до башни башни защитят точнее вот охранники которые они живут так-то башни тоже стреляют стрелами толку против скелетов от них немного вот поехал караван 564 поэтому обязательно сразу же первое что вы делаете или сами или на паузе строите изучаете лечебные зелья так готово поехали кто там у нас с кулаками ладно пойду я в этот вариант хотя это один из самых слабых вариантов в лейте может он будет хороший но так как тяжелых миссиях до лейта нужно дожить поздней стадии игры свою игра через этот вариант не очень хорошо лучше идти через крипты и тому подобное опять же не буду спешить сдам все возможности все рассмотреть денег полно кстати это эльфы помогают видите раньше по 200 генерировать сейчас по 400 потому что забегает на ярмарку и там поет видно очень мелодично раз люди так платят за эти песни его возможно было бы уже дать флаг и и одной ну ладно одно из зданий можно развалить их три кулакал свеча и что там еще обучают нас это все знаем это лекари бойцы они никакие зато лечат героев которые могут драться но как я говорил не очень это хороший вариант играть через лекари и за урос монки монахи дело в том что лекари достаточно своенравны и не всегда занимается лечением ваших войск а могут бегать заниматься своими делами так третий уровень нужен а толку что я пошел этот вариант во двойне плохо я понял дело в том что раз нет война то мне не будет паладинов они в той же в том же здании строится в казарме понятно ускоре находим таверны всякие ничейные стоят они нашими каждое здание вот такого 2 уровня владеет в этом магии лекарь если три уровня построить бы три уровня магии подавроса при уровне построить три уровня магии этой магии можно пользоваться в любом месте на карте есть еще магии они тоже дают возможность использовать магию на карте но для этого нужно башню строить везде ну доберемся посмотрим так и сразу же можно сразу рассказывать о том что некоторые виды зданий отменяют другие то есть если вы построили гномов не будет эльфов если построили эльфов не будет много если вы построили аргелы и доурус доурус доурусов храм доуруса короче то у вас не будет храма ферруса и крипты да если вы еще построить эльфов у вас по моему не будет а вот еще храму лунорда не будет гели если деле выбирать не будет лунорда я всегда выбираю лунорды дело в том что не очень быстро бегают значит быстро прокачивается значит очень живучие потому что могут убежать из боя и самое главное почти все самые сильные враги злобоглазые драконы стреляют дистанционными атаками а эти адепты лунорда мало того что бьются ближние бою то есть как раз в том чем слабые драконы как у них еще максимально прокачена увертливость то есть они как раз контр драконов но вообще сильных врагов молодины тоже хорошо но очень дорогие нужно чтобы не прокачались а эти сразу красавцы или портируется бегают и очень удобно это магиат вас есть категории тормоза его ускорили и он сразу побежал очень сильно разница здесь же времени нет заговорился имеют очень сильный поэтому деньги растут а деньги должны всегда быть на нуле это значит что вы успеваете сидел этому скорость подбираете такую чтобы все гильдию магов нельзя ага еще арена не показывал арена очень круто если у вас получается собрать деньги построить арену обязательно и устроить и герои прокачиваться в бою как вы видите не очень часто у них это получается врагов не так много а когда они стоят очень крутые они врагов буквально выкашивают сразу как они появляются именно поэтому кстати я не уничтожаю не уничтожаю всякие тупеньки и потом круче логово из которых выходит монстры ну кроме квеста типа этого чтобы монстры появлялись и герои прокачиваются ну конечно если миссия сложная побывает наоборот вам нужно все эти логово уничтожить что у вас были силы сбиваются именно квестовых врагов телепортация улеты у меня полно денег но в каких случаях я строю страшных унордов выживаемость не просто за фигами телепортация встроенная надо давайте покажем и вот посмотрите планение 75 берут кольцо уклонения по моему еще произвести или плюс 15 их почти невозможно лучниками и драконами всякими злобоглазыми убить то есть не попасть они против магов хороши потому что очень быстро бегают а если уже подросли уровнями имеет телепортацию не просто в упор телепортируется к магу и могу мало не показывается кстати я забыл рейнджеров вот турнир заказы герои это дойдут платят деньги и растут уровнях все давайте ка найдем последнюю последнее квестовое логово что-то не подсказывать что раз выбежали желтые точки отсюда то она в левом нижнем углу флаги разведки заказываем и на побежит или вор или скаут рейнджер эти как они быстро бегают они еще не прокачались еще не научились телепортироваться потом все герои будет телепортироваться но это нужно чтобы они были умные чтобы были кольца что-то не были деньги чтобы они придумали зайти и купить кольцо телепортации а лунорды будут по-любому или потом еще и кольцо куда добавлять но это уже совершенно другой вариант нашли вот игра и закончилась делаем супер награду чтобы как можно больше героев с реагировал опыка толпень в основном сначала бегут с ней жадные до денег как видите монки пошли давно не сразу если бы не были монки на столь медленно и кстати вот такая штука их можно исправлять ускорять они были очень хороши у них слабый урон у них тоже верткость есть и магия есть кстати они умеют библиотеках изучать заклинание по моему кроме магов или как может изучить монах какое-то заклинание и шок по моему может звучит по ладе больше никто ну что ж надеюсь вам понравилось не забывайте ставьте лайки комментируйте подписывайтесь я буду с вами прощаться свеча книга и колокол вернулись на свое законное место мы также нашли вора который украл их из замка его опознали как священника келдруна к несчастью он сбежал когда его вели к замку за его голову назначена награда в 15 тысяч золотых и я уверен что он не осмелится сунуться в наше королевство но за 15 тысяч тут наверно все герои бы побежали я такую сумму даже не успел в награду ну что ж заканчивание оконченное предложение прощаюсь с вами пока